Чуток. Чуток здесь, а вот здесь. Привет, друзья! Сегодня делаю вентилятор для моей благоверной. Имеется вот такая вертушечка. Как-то случайно купил на барахулочке за червончик. Значит, здесь стоит вот эта вот крыльчаточка и вращается оно, вот я нарисовал стоилочку, вращается оно в эту сторону. И выдувает с этой стороны, а мне нужно сделать так, чтобы вращался вот так, в эту сторону. И выдувал с этой стороны. Что для этого нужно сделать? Нужно. Или же снять вот эту вот железяку и затолкать другой стороной. Но снять не получится, потому что силуминчик советский, очень хрупкий. Боюсь, раскрошится. Значит, что мы сделаем? Мы сейчас здесь рассоединим, здесь рассоединим и попробуем перепаять. Не знаю, получится или нет. Мой замечательный паяльничек. Сейчас мы здесь отпаяем. И если все получится окей, то, возможно, даже будет токарочка. Так, и отпаяем вот здесь. Замечательненько. Теперь необходимо разобраться с проводами. Пинцетик. Сейчас мы это вынимем. Проводочки одножильные, чтобы нечаянно не порвать. Ну-ка-ся. Не, проводочки многожильные. Хлор-винильчик мы снимаем. А здесь мы перекусим. Чик. Хлор-винильчик снимаем, снимаем. А он и не снимается. Почему? Потому что... Пропитана лаком. Канифоль. Почернила. Надобно заменить на свежую. Это не дело. Это не работа. Это пытка. Это припаяли здесь. А это припаяли здесь. Это у нас 220. А вот это вот здесь. Я так думаю. Чудненько. 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 А вот это вот здесь. Я думаю ничего у нас не получится. только что мне пришла такая мысль. Да. Но... Проверим. 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 Да. Что-то пошло не так. Нужно вынимать железо. А очень не хотелось бы. Потому что я уже говорил. Силумин советский. Очень хрупкий. Да. Что ж такое. Совсем чуть-чуть. Вам покинули. Пошло. Пошлgen. Поехал. вот она и выпила теперь эту железяку нужно вставить задом наперёд и все будет нормально и подключить так как она была подключена вот эту прокладочку маленько подправить немножко намочили мы немножко распрямили сделали вот так пока мы будем распрямляться мы срежем вот эти вот уши и попробуем зажать в токарный патрончик и посмотрим что у нас этого получится теперь установим 4 кулачковый патрон чик 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 как там это сейчас закреплен 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 вот так на разжим моя ножовочка и поехали есть такое дело есть такое дело последний вот такая красота немножко мотыляет но думаю не страшно стрелять из него не будет поехали вот так вот вот Продолжение следует... 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 Сильно закручивать не будем, потому что, видите, вот эту штучку можно будет сделать из чего-то. Из чего-то сделаем. Пока прихватим вот так. Вот там посмотрим. Так, теперь необходимо развести эпоксид. Прежде чем мы разведем, давайте мы попробуем, как оно работает и работает ли ОПСЧ. Ага, тут у нас небольшой перекос. С этим мы разберемся. А вообще-то неплохо было бы немножко подогреть. Вот так. Специальное приспособление. Немножко эпоксида. И вот сюда. Чик. И еще немножко. И вот здесь. И вот здесь. А здесь уже потекло. И вот сюда. Пока не застыло. Выставим. Выставим. Чтобы не затирало. Вроде так. Нехай какое-то время постоит. Постоит. Эпоксидка застыла. Давайте включим и проверим. Куда оно вращается. Вращается туда, куда надо. Теперь токарочка. И будет время. Нerve. Вровень. Вровень. Весна. В어� � Swiss. ВthereуMON. Простите ли��만. Вvardí元. И гар components. Продолжение следует... 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 Продолжение следует...